Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Катя Кауфман, которая находится в паре с Винцеславом Вингржановским, уже разочаровывается в нём. «Когда не получаешь от объекта своих обожаний никакой отдачи, – пишет Катя, – то огонь, пылавший ярче всего на свете, затухает». Саша Задойнов и Ира Пинчук, которые, как вы помните, объявили себя парой, съездили на свидание. Задойнов пишет «У меня всё хорошо, перемены только к лучшему». Марина Мексико, по её словам, искренне влюблена в Сашу Задойнова, но он не ценит её чувств. Марина пишет «Знаете, что бесит, что выбирают фальшивок и бесчувственных девиц, а тех, кто реально искренне относится, просто не ценят. Но, несмотря на это, я не откажусь от Саши». В сети появился скриншот интимной переписки Глеба Жемчукова с Лизой Кордобовской. Как уверяет Лиза, в её планы никогда не входил ни флирт с Глебом, ни уж тем более близкое общение с ним. Инициатором переписки в данном случае стал сам Жемчугов. Дима Дмитренко снова участник телепроекта. Об этом рассказал продюсер Дома-2 Алексей Михайловский. Его спросили Алексея, это правда, что Дима вернулся? Скажите, а какой смысл выгонять, если они приходят, когда хотят? Михайловский ответил, что Дима ушёл сам, а значит, имел право вернуться. Дмитренко пишет «Мы поняли, что жить не можем друг без друга. Нас друг к другу тянет магнитом». Кстати, у Рапунцель взломали инстаграм, и сейчас у неё нет официальной страницы. Ребята пытаются вернуть аккаунт. Как вы помните, Майя Донцова и Ваня Шува заселились в отдельную комнату. Они уверяют всех, что интима у них не было. Но прошёл всего день, и Майя уже сомневается, тот ли выбор сделала она. Сегодня наше недопонимание достигло пика. Мне не хватает общения и внимания. Что делать, расходиться или искать компромисс? Марина Африкантова рекламирует новую продукцию под брендом Дом-2. Она уже есть в продаже в магазинах. Скоро, пишет Марина, будет прямой эфир в этой новой такой уютной студии. Костя Иванов выполнил желание Саши Гозиас. Девушке очень хотелось подосиновиков, и он исполнил это желание. Элина Камерен провела свой первый эфир в качестве ведущей программы на Russian Music Box. Рядом с Элиной и её гости, Элина довольна своим первым эфиром. Сергей и Даша Пынцарь купили коттедж в Подмосковье. Это двухэтажный загородный дом ценой 6,5 миллионов рублей. Рита Огибалова-Марсо задумалась о том, как же быстро проходит её жизнь. «Годы летят неумолимо», пишет Рита. «Смотрю на свои фотографии, где мне 20 лет. Кажется, что это было совсем недавно, но прошло уже 6 лет. И сразу в голову приходит мысль, всё ли я делаю правильно в своей жизни, к чему я иду, не пора ли остановиться на мгновение и оглянуться». Кастинг служба телепроекта «Дом-2» публикует фотографии девушек, которые хотят поехать на Сейшелы в следующий сезон. «Вот близняшки хотят на Сейшелы брать?» спрашивают зрителей. «Ещё одна претендентка на следующий сезон. Берём?» Ксюша Бородина рассказала, почему она редко публикует фотографии с мужем. По словам Бородиной, она просто не намерена больше выставлять на показ свою личную жизнь. Если я не публикую несколько дней фото с Курбаном, это вовсе не значит, что мы расстались, как думают многие мои подписчики. Просто я не хочу больше посвящать всех в свою личную жизнь. Чем меньше люди знают, тем крепче мы спим. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.